26 урок санскрита, снова грамматический, то есть они чередуются лексически и грамматически, прошлый паралексически на закрепление, этот грамматический. Что планируется в ближайшие уроки, которые выходят с суббота, воскресенье, понедельник, вот так выходит по одному, то есть по три в неделю выходит сейчас по текущему плану. Вот начинаю с сандьи, потому что без сандьи нет смысла читать тексты и сложные формы глагола какие-то создавать. Вот этот 26 урок будет первая половина сандьи гласных, потом будет 27 лексический, 28 будет вторая половина сандьи гласных и общаяся таблица этих сандьи гласных. И уже, видимо, с 28 урока надо разбирать, начинать святые писания. Значит, обычно в индуистских курсах, которые превалируют, разбирают Бхагават Гиту, в связи с моей конфессией мы ее разбирать не будем, хотя какие-то фрагменты все равно попадают в изречениях, возможно, вот как... То есть еще есть раздел Субхаш, это где фрагменты из Гита, возможно, будут и других индуистских писаний, как общая индийская культура. Ну, такая основная дорога планируется следующая, это... Я посмотрел Удана Варгу первоначально, хотел, она сложноватая все-таки. Первые стихи Удана Варги все-таки некий хороший уровень грамматики предполагают, поэтому... Я планирую сравнительно простую Бодхичай Риаватару Шанти Девы разбирать, первую главу хотя бы, поразбирать, вот, с 28 урока начать. И после разбора первой главы Бодхичай Риаватары уже перейти к Удана Варги разбирать, потом Удана Варгу, насколько там до упора. Она большая, поэтому, в принципе, ее на весь курс хватит. То есть, первоначально по две шлаки разбирать, если уже будет хороший лексический этот уровень, возможно, там по 3-4-5 и так далее. Вот это планы, почему перед писаниями надо санги, потому что иначе, если мы не понимаем, как соединяются слова в тексте, у нас все сливается, мы не можем даже разбить на отдельные слова фразу в санскрите, если мы не знаем санги. Это слова, кстати, что на экране, это слова к тексту. То есть, я решил все-таки этот грамматический, достаточно сухой раздел про санги, все-таки из разговорного санскрита добавить текстик и разобрать его. Текст про ресторан, то есть разговорный, там будут такие слова квитарака, официант, грахака, клиент. И слова типа надо, не надо и хватит. Вот эти слова надо, не надо, это основной смысл. Тексты их и надо освоить, они разговорные. А ващяком надо, маасту не надо. Вот тут, кстати, как раз санги, ма плюс асту. Получается долгое а, маасту. И парья аптам хватит. То есть, спрашивают ким, а ващяком, что тебе надо, да? Вот если ничего не надо, маасту. Если что-то надо, говорим. Вот когда его уже не надо, то парья аптам. Вот это основная схема, это вся коммуникативная, это и все истории. И там также будет слово капхи, кофе, которого не было. И сви короти берет. А давать будет, дает, да да, 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 уже кажется оно было. Ну и сви короти изменяется как короти. То есть, коровами там это короси и так далее. Немножко он неправильно, я не помню, давал я эту короти или нет. Рано или поздно я дам. То есть, глагол в принципе неправильный, но в единственном числе он будет как обычный. Сви коровами, сви короси, сви короти. Вот так он будет. Вот теория. Вот прежде чем вообще ко всяческой теории приступить, надо все-таки концепцию корней. Но вот в индоевропейском языке, облаго, как я во многочисленных различных обзорах языков индоевропейских даю, огромнейшее значение в индоевропейском языке имеет чередование в корне. В санскрите они все-таки привели это в систему и выделили три уровня чередования. Немножко она схематичная. Они эту схемку подбили тем, что они вот тут L, вот двойка и тройка. Почему стать? Потому что в примечаниях Викнер пишет, что они в жизни не встречаются. Они их ввели условно, эти уровни, чтобы была красивая схемка. Ну вот в общем они создали вот эту схему. Не знаю, насколько они там под нее подбили, не подбили все, упорядочили в санскрите, но вот она работает в санскрите. Поэтому достаточно логичный язык для индоевропейских, в которых, как правило, такой четкой схемы чередования корней нет. То есть в немецком, в том же, в котором активно работают эти облауты, разрушена она полностью. Надо все модели запоминать, как чередуется в санскрите. Достаточно запомнить, на каком уровне корень. То есть вот они три уровня корней выделяют. На первом уровне простая, гласная. Вот где стоит долгая, либо краткая, это значит, что она может быть и долгая, и краткая. Дальше второй уровень выделяется гуна, где она, в общем, ну, считается, что удлиняется, но вот а она не меняется, да? И и у переходит в э и о. Э и о, как мы знаем, долгие, поэтому можно сказать, что удлиняется корень, да? АР, АЛЬ, то есть это не слоговое РЕ и Л, не слоговое которого нет, они в АР и в АЛЬ переходят, то есть к ним как бы А добавляется. И форма в РДХИ, то есть сильная, вот она уже еще больше удлиняется, то есть там любое А переходит в долгое, любое ИУ рано или поздно переходит в дифтонг, это самая долгая стадия этого ИУ, то есть А и АУ. И Р и Л не слоговое, естественно, с долгими АР и АУ, получается. Эту теорию есть смысл сейчас изложить, потому что она у них работает и когда САНХИ, то есть когда соединяются гласные, они тоже вот так вот раскладываются, то есть нужно иметь в виду, что Э и О, они в принципе на некоторой стадии воспринимаются как А и АУ. То есть Э это сокращенное АЙ, с точки зрения логики санскрита, а О это сокращенное АУ, а И и У это еще более сокращенные формы того же. И так же вот АР и АЛЬ. Это некие, значит, долгие формы не слоговых РЕ и Л. Перейдем к САНДЕ, собственно, гласных. Это вот самое первое, очень легкое, это когда два одинаковых гласных вместе. Понятно, что они просто совпадают в долгий. При этом выделяется и долгий Р не слоговой. Р не слоговой, таких слов, как РШ, например, и так далее. Вот когда они встречаются, два Р не слоговых, будет долгая Р. Ну и, в общем, остальные всегласные тоже. Ну, например, вот примеров много, вот это самое МААСТУ, которое сегодня будет. Это МАА плюс АСТУ, то есть будет МААСТУ. Будет долгая АЛЬ. Ну, это элементарно, это понятно, это легко запомнить. Вторая, на самом деле, кажется сложной, но и легко ее запомнить, если понимать логику вот этих вот трех уровней корней. То есть, когда А и И встречаются, они переходят в Э, потому что И переходит на вторую стадию чередования. То есть, АИ на второй стадии чередования, это Э. То есть, предыдущую табличку нужно запомнить. Очень хорошо она логику определяет. А дальше по этой логике просто уже они и идут. Ну, вот пример, допустим, на Ичханте был у нас уже. То есть, на это нет, Ичханти это желают. Когда вместе на Ичханте, будет на Ичханти, не хотят. Вот А и И вместе, когда они рядом стоят в потоке речи, сливаются и образуют Э. Вот это будет Сандий. Ну вот, то есть, если понимать логику, как устроены гласные, то поймем, как они сливаются. И третий уровень, это когда уже долгая Э, да, она уже долгая. Она еще дополнительно сливается с А, то есть, ее дополнительно нагружают. Тогда она на третью стадию переходит. То есть, она превращается в Ай, Ау. Если она уже на третьей стадии, то есть Ай и Ау, то ничего с ней не изменяется, потому что выше третьей стадии нет. То есть, вот третья структура слияния гласных. Как уже говорил, все три структуры определяются первой табличкой. То есть, вот идем к первой табличке, ее понимаем хорошо. Дальше просто понимаем, что по этой логике они и соединяются. Вот все. Диалог. Ну вот тут, значит, беседует этот Витар АКГ. Игра АКГ. То есть, официант и клиент. Официант его спрашивает, что тебе надо? Ему надо кофе. Предлагает воду. Воды не надо, надо кофе. Вот, собственно, диалог, где вот эти масту и овощи, как они закрепляются. Ну, все, значит, дает ему кофе. Шар-кара-сахар, то есть, просит сахар в кофе. Он ему тоже его дает. У, это, по-моему, было, не было, не знаю. Но его легко запомнить. Это пожелание. Причем у них пожелания в третьем лице все идут. Потому что в третьем лице идет господин хочет, господин там не хочет и так далее. Пусть господин возьмет. То есть, это более такое у них вежливое. Все, пунага, кажется, было снова, да? еще что-то хотите еще что-то еще надо порядок там больше ничего не надо по намасту больше не надо ну вот это можно можно разучить этот диалог был тут именно в отработке вот этих вот разговорных выражений надо не надо хватит вот ну и вот как раз порядок то есть на сегодня хватит